Всем привет! Наконец-то к нам приехал новый чемодан с аукциона за 250 долларов. Лот под номером 11. У нас есть этикетка, у нас есть все. Вот наш чемодан. Мы уже его освободили от пленки и сегодня мы будем распаковывать его вместе с Олей. Неожиду! Перед просмотром этого видео обязательно пишите в комментариях Оля, если вы любите чемоданы с аукциона. Ну а мы начинаем. Так, смотрим в первом отделе. А ты знаешь, Оля, смешно-смешно, но когда-то мы руку засунули, а там мышеловка была. Серьезно? Да, и хорошо, что она была неострая. Мне так интересно, что это такое? Что-то гладкое и пластмассовое. Это AirPods. Йоханый бабай! А что, ты увидел? Нет, я не увидел. А, это AirPods, это типа наушники или что? Да, это вот эти супермарки. Но у нас есть, а эти я не знаю, куда девать. А я не знаю, какое это нового поколения AirPods или, наверное, это старые, скорее всего. Смотрите, какие. А у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, почему такие маленькие вещи не забирают с собой в ручную кладь? А я не знаю, может быть, они забрали там какие-то спроводные, а такие оставили. Может, не нравится, что они спроводные. Ну, мы, кстати, тоже, Юля, когда летали, вложили наушники в основной чемодан. Фу, они грязные. Чьи-то уши здесь есть, смотрите. Фу. Надо Владу срочно. Давайте их кому-нибудь подарим. Оля, тебе нужны подушники наушники? Вы чьи-то грязные уже в ДНК. Давайте ДНК. Влад, а у нас AirPods другого цвета. У меня они зелененькие, а у тебя фиолетовые. Юля, это вообще-то чехлы у нас. А, да? Да, они на самом деле вот такие вот и есть. А, можно подберем? Только это, наверное, старая модель. Ну да, это, скорее всего, первого поколения. Так, это был всего лишь первый отдел. Я уже не представляю, что мы, что мы найдем дальше в этом чемодане. Юля, конечно, любит так заинтриговать. Я уже просто вся горю. Сейчас мы расскажем о том, как ездить на такси бесплатно. И, конечно же, потом будет чемоданчик с аукциона. Так, для того, чтобы ездить на такси Болт бесплатно, вам, во-первых, нужно скачать приложение, затем выбрать, куда вы едете, и вот сюда вот нажать, где видите способ оплаты. Вот тут нужно ввести промокод. Вводите промокод, который сейчас видите на экране, и нажимаете «примените», получаете 60 гривен на поездку. А здесь такси, оно очень дешевое. То есть за 60 гривен вы сможете объездить весь город. Пользуйтесь, ребята, ездите на такси бесплатно. И оно работает по всему миру. В Украине, в России и так далее. Так, мы к зрителям, да, повернули чемоданчик? А, он вот так открывается. Ого-го! Я вижу какую-то английскую книгу. И, Влад, сними фирму чемодана. Вот такая вот фирма чемодана. Кто-то, может быть, знает, что это за фирма. Давайте уже откроем. Может, тут есть деньги в этой книге? Я хочу книги посмотреть. Тут две книги. И они, конечно же, на английском языке. Ну, конечно, чемоданчик. Дракула! Субтитры из аукциона из Германии. Я думала, что они будут на немецком. Но на английском тоже неплохо. Ну, а что люди не я, что в Германии не читают на английском книге? Смотрите. На английском языке книги. Интересно. Так, и что это за книга? Ты разбираешься в английском языке? Новеллы? Какие-то английские новеллы. Прикольно. А это Дракула на английском языке. Да, Влад, наступило время выучить английский язык. У вас теперь есть все шансы, наверное. Хотя мы находили уже английские книги и журналы, но это интересно. Интересно, среди твоих подписчиков есть люди, которые читают книги на английском языке? Если есть, пишите в комментариях, посмотрим, насколько вы у меня умны. И кто читал книгу, как минимум, Дракула в оригинале. Интересно, что это за книга. Мужик с бабой обнимался. Итак, начинаем. Что мы видим? Ну, как минимум, это женский чемодан. Да, я тоже вижу, но мужчина не будет носить такую одежду. Это молодежный бренд, насколько мне известно. Я когда-то находила в одном чемодане юбку этого бренда. Сними поближе. Пинки? Да. Что это за? Ну, это больше такой молодежный, в Европе. Ну, красивая кофточка. Я очень такие люблю, кстати. Такая рассеточка. Интересно. И сразу хотим напомнить, что все вещи мы продаем в нашем магазине с чемоданов с аукциона. То есть есть магазин Auxon Sweetcase UA. Ссылка в описании. Рукава на ней смешные. Это как будто ноги. Это как будто этот, поняла, что штаны вот так должны. Знаете, как эти бананы или как их там называют. Знаете, я каждый раз убеждаюсь, что мода возвращается. Я помню, когда-то давным-давно в моде были расклешенные рукава и штаны, и теперь они снова в моде, и нам попался как раз такой старый чемодан. Так интересно, классно. Так, это, видимо, чей-то любимец. Мягкая игрушка. Человек, который потерял эту игрушку. Представляете, да? Какая ножка. Да, такой-то раз чемодан терялся вместе с медвежонкой. Это что у нас такое? Это у нас очень интересные туфли. Лабутены? С красным каблуком и с красной подошвой. 39 размер. У кого 39 размер? У меня 37. У меня 41 практически. У меня 43-й. Следующая находка – это вот такая вот сумка. Пока какая-то фирма я не вижу. Ну, вот такая вот обычная классическая кудровая сумка. Она тяжелая. Я знаю, что там есть что-то внутри. Я надеюсь, что мы найдем… Это кожа или что это такое? Я не знаю. Все похоже, что кожа. А может, и зам кожа. Настя, разбираешься? Настя, можешь посмотреть? Кожа, вот здесь кожа. Вот с Настей придет. Вот эта штучка кожаная. Давайте попробуем подпалить. Я думаю, это не в прямом эфире будет. Да, это кожаная сумка. Прикольно. А у нас эти датчики есть. И сумки, внимание, зубная щетка чья-то. Прям лежит без пакетика. Да. Такая себе, да? Ну да, гигиену не соблюдала, хозяйка видно. Дальше. Вот такой вот чехол. Что написано? И ло стайл. И рон стайл. Что написано, короче? Какая-то непонятная. О! О, Юля! Как раз тебя в тему. Ты на фитнес-то сколько ознакомишь. Да, у нас тоже есть такие резиночки, только черные, без надписей. Это чтобы заниматься спортом. Видимо, фитнес-леди у нас ехала. А можешь показать, как это заниматься с ними спортом? Только быстренько. А там же зависит от напряжения, да? Там же цветовая гамма. Ну ты напряжена сейчас, Юль? Нет, я имею в виду, на руки легче. Давай посмотрим, что еще тут. Есть еще какие-то? Вот, резинки тут, наверное. Так, давай посмотрим. Там еще есть? Да! Ну, короче, я с самыми легкими. Это самые легкие, я чувствую. А тут тяжелые. Смотри, сколько. Это очень тяжелые. А черные, наверное, самые тяжелые, да? Может, она ехала. Так она вообще, смотри, деревянная. Вот, смотрите, тоже красная, черная. Такая жаренькая. Это, короче, поняли? Делайте такие вот упражнения. Ну, это можно я покажу как? С рыбками поставьте плюсики, если нравится. Ну все, хорошо, переходим дальше к распаковке чемодана. Что мы еще имеем в этой сумочке? Оля, просмотрю. Давай смотреть. Да не в этой сумочке, а в этой. Нет, я хочу здесь смотреть. Я вижу, что там драгоценности какие-то. Что? Смотрите, сколько всего. Что? Это? Возможно, это что? Золото, серебро. Почти, тут цена какая-то написана. 4 тысячи 40. Вообще-то это 404. Евро. Может быть, евро. Охренеть просто. Это серебро? Или белое золото? Не-не, это серебро. Я тоже думаю, это серебро. А как ты поняла, что это серебро? По цвету? Да по цвету видно. Ехо-мухо. Она потемнела немножко. А это оно может быть просто червленым, темным. Столько лежат, все равно. Блин. Это браслет и подвеска. Это, наверное, типа вот так. А это, наверное, типа вот так. Ручная работа. Интересная, да, работа, Влад? Блин, ребята, оно офигенно красиво. Ну, я так думаю. Я же вижу, я разбираюсь. Но я понимаю, что в ломбарде много нам не дадут за него. А что это такое? Не знаю, кольцо. Это как пуховки какие-то. Такая старинная штука. Я понял, что это с кольца. Смотрите, что вот это такое. Это сережки, скорее всего. И на них есть пробы. Сними поближе. Видишь пробы? Так, смотрим. Да. О, это тоже. Это как две пуговички, что ли. Видите? Прикольно. Дальше опять кольцо. Сколько это может стоить? Вот главный вопрос, который интересует сейчас всех зрителей, и меня в том числе. Ну, если это сдать в ломбард, то это недорого. А если продать, то можно подрожать. Ну, скажем так. Я думаю, что если мы там с точки зрения какой-то эстетической ценности, то, наверное, можно за него взять много. А если ты говоришь, что в ломбард... А что для тебя много цифра какая? 15? 7? 5? Нет, я думаю, что... Я не знаю, я примерно не понимаю. Это должен, ну, как бы человек... Ну, я думаю, я думаю, примерно это все... Во-первых, оно как бы само по себе тяжелая вот эта вот штука. Тут, в принципе, его... Ага. Ну, просто серебро. Тут какой-то камень вставлен. Тут реально грамм 50. Похож на, знаете, на... Ну, это точно не рубин. Похож, знаете... Как его называют? Нет, 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 красные... Блин, забы... Руби... Нет, не рубины. Какие красные еще есть? Короче, я не помню. Короче, напишите в комментариях красные камни. Какие красные камни есть? Да, у меня что-то там в голове крутится, но я не... Смотрите, это сережки, да? Очень похожи на сережки. Ой, какие красивые, ребята. Нравится? Дарю. Короче... Круто! Ребят, смотрите, они просто... Это с какой стороны вставлять, я не знаю, но, короче... Ладно, раз уж эти сережки мы подарили Оле, то давай все остальное... Все остальное серебро продадим в магазине. Давай. Выставим гривен за 50, а так охапно. Можно? Да. Колички, посмотрите. Кому-то повезет. Прикольно, да? Ой, ну, не нормально. А можно я вот эти себе оставлю сережки? А подписчикам... Два маленьких колечка. Ладно, хорошо. Два маленьких колечка. Все, это все продаем. Оля, мы тебе только одни сережки дарим. Я себе вообще ничего не ошибу. Да? Так, что мы видим следующее? Юбка. Сумка, мы все посмотрели в сумке. Ой, так смотри, там еще что-то есть в сумке. Деньги? Давай посмотрим. Кабабки. Это что такое? Сандиск какой-то. Это похоже на плеер. А мне похоже на штучку, которая цепляется как микрофон, не знаю. Нет, это там плеер, тут переключатели, видишь? Только, блин, такими плеерами уже не пользуются лет 10. 200 тысяч лет. А кто-то ключи от квартиры потерял. И поменял замки, как минимум. В Германии квартира нужна, у нас есть. А это что такое? Это похоже на точилку, я думаю. Я подумал, это зубная нить. А может и нет. Я даже не знаю, что это такое. Что-то внутри интересное. Так, на меня не направляй. Оля, если она сейчас выслит. Это очень опасная суха и непонятно. Влад, как ты думаешь, что это такое? Не знаю, сейчас посмотрю. И тадам! Прокладки. Оля, не трогай руками, непонятно, кто здесь ехал. Фу, если они не использованы. Что это? Давайте реально проведем расследование. Что это? Нажимаются на кнопочки? Вообще не имею понятия. Я вообще не понимаю. Ребят, если знаете, что это такое, напишите в комментариях. Реально интересно, что это за... А мы уже должны продолжать разбирать чемодан дальше. Мы задержались на этих штуках очень долго. Ну вот это реально загадка для меня. Загадка тоже, я такого вообще не видела. Это вот такая вот юбка. Темно-синего цвета. Тридцать восьмого размера. Тридцать восьмого размера, это какой? Это М-ка, наверное. Может быть, С-ка. На, промеряем. Все, Оля ушла мерять юбку. Ну, она, наверное, практически на меня. Оставляем или продаем? Ставим. Наверное, давайте продавать, я такое не очень понимаю, поэтому... Так, все. Времен за 20 ее выставим в магазин. Сейчас ссылка в описании. Я вижу, что любительница, ехала любительница вещей в клеточку. Мы в клеточку нашли кофту и клеточку... Это не костюм? Хотя нет, разная клетка. Клетка разного размера. М-очка, это размер М. Вот такие вот штаны размера М. Я померяю. Хотя нет, у меня размер L сейчас не налезет. Хочу, ничего не налезет. Я думаю, мне нужно померить это на все. Ну, померяем потом. Сейчас мы будем задерживаться. Что это такое? Это куртка. Эсмара. Эсмара. Эсмара, кстати, фирма. Интересно. Эсмара. Так, и смотрим. Вот такая вот куртка. Тоже размера М, скорее всего. Я уже не могу, я так и есть хочу. Давайте побыстрее уже заканчивать с этим чемоданом. Пиццу заказали, Смайл? Да, вот она стоит. Пицца Смайл. И пицца, я не верю вам. Тут еще есть сэндвичи, блин, они такие вкусные. Хочется их поскорее, уже полный взрод. А есть пицца с моими любимыми бортиками сырными? Да. Это новая, да, которая? Да, это пицца Смайл. Которая скоро будет радовать всех. А ну-ка, ребят. Подождите. Боже. Это сырные бортики, настоящие. Я просто первый раз такую пиццу вижу. В смысле, это то, что у вас на видео было? Да. Можно я? Да? Да. А вы знаете, что у Смайл есть не только с сырными бортиками, но еще и с мясными бортиками одновременно? Самое главное, ребят, если будете заказывать такую пиццу, не перепутайте. Есть доставка пиццы Смайл, а есть новая пицца, короче, Пицца Смарт открылась, там не заказывать это не очень. На том месте, где раньше была Смайл, очень многие путают, поэтому официально только на доставку. Блин, очень вкусная пицца. Все, я хочу быстрее распаковать чемодан. Да, что вы поедете? Это у них, кстати, недавно на доставке появилось. Потом попробуем, расскажите. Смайл, ты не ешь без носа. Так. Ну, оно очень вкусно. Вы знаете, что сейчас все подписчики сидят, слюнки текут? Или у него еще, то ли еще будет, мы сейчас начнем это все есть. Не медлите, заказывайте пиццу. Кстати, можем оставить вам ссылку на сайт в описании. Да. Интересно. Так, что это? Сейчас там очень классные скидки. Смотрите, вот такой вот шарф я нашла. Ну, да, такой, как шифон, но не шелк, да. Что такое шифон? Ой. Нет, это не шелк однозначно. Знаете, напоминает парео, да? Да, парео. Такая маленькая. Для маленькой журналисты под моем. Может, это парео для ребенка двухлетнего? Да нет, это обычный шарф под, чтобы горло прикрыть. Дальше. Это блуза. Бенетон, кстати. Что это такое? Я не знаю такой фирмы. Я тоже не знаю, что это за фирма. Ну, тоже, наверное, немецкая какая-то, если это из Германии, чемодан. Дорогая фирма. Геннадит колор оф Бенетон. Дорого? Я кажется, это, наверное, нет. Не знаю. Ну, короче, выставим я там, я не знаю, гривен за 20 тоже, да? Это тоже шифоновая какая-то. Или полистеровая. Да нет, за 20 гривен нет смысла. Да, да. Да, да. Да, давайте за 100. Давай за 50, за 100. Что за 20? Да, за 100. Ну, короче. А вот это глухая, 100 спокойной ставки. Да. Реально дорогая. Мы как на рынке с вами. Базарные тетки. Нам же нужно, чтобы чемодан окупился, и чтобы мы новые для подписчиков заказывали. Так он уже окупился. Ничего, что мы нашли там серебро. Money in Portugal. Ой, это кто-то путешествовал в Португалию, возможно. А может, просто в Германии продается что-то из Португалии. Сейчас все продается из Германии, поэтому вернусь. Смотрите, какая приятная боза. А вот это вот похоже очень на шелк. Ну, я думаю, что это не шелк. Возможно, шелк. О, вот это вот, кстати, вот такой, знаете, одел на купальнике почти сейчас. Да, прикольно. Оно такое прозрачное. Я бы вот на речку ее носила, или на море, значит, отпуск. Прикольная штучка. Так, следующее. Это туфли, которые, конечно же, мы выставим в чемодан. Прямо сейчас я выставлю. Не в чемодан, а в чемодан с аукциона магазин. Да. В чемодан мы их выставим. Вот такая вот фирма. Они в идеальном состоянии. Тут даже набойки помененные. Смотрите, железные стоят. Кто-то очень бережно к ним относился. И, скорее всего, это замши. Да, даже подошва чиста. Так, это замша. Вы смотрите, такие замши. Прикольная. Ну, это такое, наверное, любите. Подошва хорошая. Ну, покажи. Ну, блин, вообще интересно. Ну, кому нужно на каблуках вот такие вот красивые. За сколько мы их выставим? Видите, мне как раз наполнил. Я не знаю, за сколько. А, они маленькие. А какой-то размер. Ну, не знаю, 39-й, 38-й какой-то здесь. Непонятно. 38-й размер, 39-й. Ну, на меня. Ну, на твой 41-й как раз. А что, смотрите, какая. Так. Вот тут нужны перчатки. Я уже вижу нижнее белье. Но перчаток у нас нет, поэтому заладим руками. Это лифчик. Вот такой вот без бретели. А, Анжелика. Типа, да? Ну, типа, да. Такое, как Анжелика. Давай посмотрим. Вот такие вот чашечки. Давайте посмотрим. Ну, косма. Чашечки не мятые. Ну, косма, это, кстати, и... Прошу заметить с... Как это называется? С пушапом. С пушапом, да. Обманочки, обманочки. Дальше мы видим. Это с подкупальника личи... Ой, трусы, либо просто трусы. Трусы без пушапа? А мне тоже кажется. А существуют трусы с пушапом? Нет, не существуют. А для жопы. А, для жопы, да. Существуют для жопы. Прикольно. Так, вот такие вот стринги мы нашли. Смотрите. Хочешь померить? Тоже, смотрите, в клеточку. Это просто человек, который любил все в клеточку. Просто в полосочку. В полосочку. Знаешь, друзья, небо в клеточку, друзья в полосочку. Можно на сниму нет. Да, ужас, капец. Прикольная майка, смотри, какая. Так вот, смотрите, сзади так накрест. Это, мне кажется... Ты знаешь, мне кажется, Оля сейчас должна быть в этом. И в кепке, Юля, в твоей. Там как раз с красным элементом. Так, и это что такое? Носки. Converse. Converse. Вот такие вот носки. Сделано в Америке. Made in USA. Видите? Две пары носков. Интернационально. Слушайте, у меня такое ощущение, что тут ехала девушка с парнем. Потому что вот это похоже на мужские кроссовки. Не знаю почему. Хотя, какой размер? Давайте сороковой, да? О, а это красно меня. Наконец-то. Ну, это мужские, Оля. Скорее всего. Или ты думаешь, это женские? Да, похуй. Ну, они такие, может быть, унисас. Не, ну, больше на мужские, конечно. Ну, такие они, конечно. Да, белые. Да, белые. Может быть, это, конечно, и женские, но... Вы не представляете, как здесь пахнет. Блин, я не могу просто сидеть. Извиняюсь, продолжаем. Давайте уже заканчивайте. Сколько тут еще всего? Настя. Ну, она кусочек. Ты же только что съела кусочек. Не знаю. Ну, еще кусочек. Ладно, бери. Влад, иди пока, иди уже сюда. Я не выдерживаю. Так, это ледницы. Все, только один кусочек и ставь на место. Это спортивно. Это тебе нужно на физкультуру. Смотри. Да, прикольная. В размер M тоже. С высокой посадкой. Вот такие вот леггинсы на физкультуру. Как раз девочка, возможно, ехала на соревнования на какие-то. С резинками. И вот с такими леггинсами. Дальше, что мы видим? Это майка. Тоже спортивная. Мужская? Ну, вообще, это женская. Мне кажется, даже женские красоты. Да, выглядел. Давай посмотрим. Ну, у нас все равно, что так, что так. Она серого цвета. 509. Так. Реально? И? Ну, потому что там бортики очень классные, да? Судные. И мясные. Это вот такая вот... Я что-то снимаю тоже попробую. Извиняюсь. Вы отвлекайте нас от рабочего процесса, господа. У нас сейчас так будет урчать живот, что забьет все наши комментарии. Смотрите, вот такая вот интересная футболка. Красивая футболочка. Мятая, но красивая. Чучело. Чучело. Короче. Ой, you say. Там что-то было написано. Так. Это, ой, это походу костюм. Смотрите, похоже на штаны. Тоже, видимо, М-ка. Хозяйка с размером М, я холодная. Но весь все одного размера. Хотя эти больше, кажется. Ну да, и жопка, смотри. Большая жопка. Потому что они свободные на нее были. Так. Эсмара, кстати, тоже. Эсмара, да. Что такое эсмара? Это тоже немецкая фирма. Часто попадает в шармар. Хорошая фирма? Ну, я очень часто слышу о ней. Именно если заказывать за границей, люди заказывают. Я вот очень часто у девчонок или мальчишек слышу, что встречаются бренды смара. Это Великобритания, Германия туда пустят. Кто стучит? Тоже хотят чемодан-соу. Они пиццу хотят, потому что она пахнет в вытяжку всем соседям. Ну, это спортивный костюм, я так понимаю. Да, смотрите, вот такая вот смейка, все рабочее. Тоже выставила в магазине. Ну, могу сказать, что вещи все достаточно хорошие. Ну, то есть нет такого какого-то шепотерба. Когда-то ехали действительно куда-то с каким-то целевым направлением. Да, потому что тут есть и спортивная одежда, и в то же время я вижу какое-то классическое платье на мероприятие. Видите? С гипюром таким просвечивающим. А-ля... Как раз по твоей фигуре. У нас девушка с формами, я имею в виду, такая. Песочные часы, как раз. Я думала, девушка стройная. Так, а что, форма это же не означает не стройная. Я имею в виду, что песочные часы это с формами. Смотрите, как это классно. Это... Николь. Николь коллекция. Размер М, да, написано? Вот, это, наверное, отсюда, смотрите. Не понятно. А, может быть, кстати, у кого-то отпала пуговица. Вот мы... Второй непонятно. Тоже, они были раньше модные, потом они с модой вышли, и теперь они вошли в моду, и мне попался такой чемодан. Я бы сам их носил. Можно я их заберу? Да, Настя, дарю. Спасибо. Видите, какая я добрая. Я дарю своим друзьям, подписчикам, бывает лучше. Все, все, все. Все, подкладки, ничего нет? Давайте проверять. Открываем. Боже, Настя. Ё-май, посмотрите, бедный чемодан. Вот это я его кидала по жизни, весь побитый, смотрите. Ну, тут ничего такого нет. Ну, короче, чемодан отбился в любом случае, потому что здесь много серебра и вещей брендовых. Короче, мы очень довольны. А где делись AirPods? А что такое AirPods? Настя. Вот эти наушники, которые мы нашли вначале. А где делись AirPods? Настя с пионерами. О, Настя с пионерами сам вначале. Получается, давайте сделаем выводы. Чемодан стоил 250 долларов. Сколько стоят такие AirPods первой модели? Старые, которые. Бэушные? Ну, былушные, да. Ну, тысяча две с половиной. Ну, сто долларов можно. Ну, сто долларов вот это, и получается сто долларов вот это вот мы все продадим. И получится всего. Ну, я думаю, да, чемодан ровно как раз нам окупился. Можете нас поздравить в комментариях. Да, ну, а что, завершаем это видео аплодисментами. Мы распаковали чемодан с аукциона. Хороший был чемодан, да. И пойдем сейчас кушать самую вкусную пиццу в чемодане. Не забывайте, что все вещи из чемодана продаются по ссылочке в описании. Также есть возможность заказать сам чемодан с аукциона. Ну, это такая секретная информация, типа, чтобы его заказать, нужно сказать промокод Бондинка. И тогда вы уже сможете общаться с Юлей на эту секретную тему. Так, все, и ссылка на пиццерию также будет на доставку в описании. Всем пока-пока!